здравствуйте сегодня у нас праздник день рождения деда мороза и мы должны создать себе праздничное настроение для этого нам нужно украсить свой дом сделать это можно по-разному и я предлагаю вам один из способов выращивания кристаллов соли как это сделать сразу хочу сказать что способов существует несколько разных и рецепты есть разные если вы в интернете наберете вырастить кристаллы соли вам сразу появится много разных рецептов мы попробовали несколько и я сейчас вам скажу какой лучше попробовать единственное что я предлагаю вам сделать не просто кристаллы соли на ниточки или на веревочке как многие делают школе эксперименты ставить а попробовать вырастить кристаллы на растениях сразу хочу сказать что лучше всего садятся кристаллы соли на сухие растения они на живые но если вы хотите попробовать вы можете экспериментировать единственное что нужно помнить что для того чтобы Чтобы кристалл начал расти, ему нужно за что-то зацепиться. Поэтому чем более шершавые будут растения, чем менее гладкие, тем лучше для нашего эксперимента. Поэтому если у вас есть какие-то гладкие веточки, вы можете просто шкуркой пройтись по этим веточкам, чтобы создать такую шершавую поверхность. Я попробовала несколько рецептов разных. Сейчас скажу, какой мне больше всего понравился. И мы несколько растений попробовали зарядить для того, чтобы вырастить кристаллы. У нас получилось несколько вариантов. Я вам сейчас покажу все наши результаты. И вы сами сможете выбрать, что вам больше всего понравится. А я скажу, что нравится мне больше всего. Мне больше всего нравится вот такой результат. Вот у меня получились такие красивые кристаллы, которые выросли на этих веточках. Что за растение у меня было? Сейчас могу сказать. Это была лаванда. И вот на лаванде мне кристаллы понравились больше всего. Кстати, они выросли быстрее всего и проще всего. Что мне не понравилось или что мы неправильно сделали. Вот эти вот растения. Видите, на них сел очень сильно кристалл. Я вам сейчас скажу, почему. Потому что надо раньше вынимать. Мы просто забыли вынуть эти кристаллы. И они очень долго находились в растворе соли. И поэтому у нас еще и вся баночка тоже была в кристаллах соли. Вот этот вот почему-то у нас на нем кристаллы выросли очень плохо. Ну, кстати, вот этот тоже вариант получился ничего. Это у нас зонтичное растение какое-то. Сейчас даже не скажу. Вот, между прочим, неплохо выросли кристаллы на тимьяне. Тимьян у нас был свежий. Мы его высушили. И вот на сушеных веточках тимьяна тоже хорошо выросли кристаллы соли. Тоже нужно сделать, чтобы вырастить кристаллы соли. Первое. Готовим растение. Мы уже заранее подготовили вот такой вот. Ой, зацепился. Вот такой пучочек. Его нужно обязательно связать. И вот эти вот концы. Сейчас поймете, почему здесь еще и у нас скотч такой бумажный. Дальше вы готовите раствор соли. Значит, самое сложное – это приготовить насыщенный раствор соли. Мы, конечно, заранее все приготовили. Вы это будете делать самостоятельно. Разные рецепты есть. В холодной воде растворять, потом нагревать. Я предпочитаю растворять в теплой или даже в горячей воде. Что такое насыщенный раствор соли? Вы можете рецепт найти где угодно, но знайте. Насыщенный раствор будет тогда, когда соль перестает у вас растворяться. И вот вы постепенно насыпаете по ложке в какую-то емкость эту соль и растворяете. И когда вы видите, что на дне у вас уже есть осадок, знайте, у вас получился насыщенный раствор соли. Мы помним, что у нас раствор горячий. Мы стараемся его не двигать. И мы в этот раствор горячий, насыщенный опускаем наше растение или даже пучочек растений. И обязательно закрепляем вот таким вот образом. Видите, потому что выскакивает. Соль у нас дает очень много. Получается, что невозможно утопить это растение. А дальше для того, чтобы быстрее выросли кристаллы соли, у нас есть одна хитрость. Вы можете, кстати, сделать два сосуда. Один оставить остывать вот так медленно. Но мне больше нравится другой способ. Когда вы берете емкость с водой, у нас тут случайно заготовлено оказалось, и ставите в холодную воду так, чтобы эта вода покрывала ваш соленый раствор. И оставляете остывать. И наблюдайте очень внимательно. Когда появится раствор кристаллов соли, то вот после этого вы можете уже смотреть, сколько вам нужно. Больше, меньше. На самом деле вот эти вот кристаллы соли выросли у меня за одну ночь. И, конечно, очень красиво получается. Вот если вы хотите сделать большую какую-то ветку, вот посмотрите, сколько вам соли понадобится для этого. И объем, конечно, большой. Поэтому, как правило, вот кристаллы соли для того, чтобы вырастить, их используют для того, чтобы вот небольшие части растений. А если вы хотите сделать кристаллы соли на какой-то большой ветке, на каком-то большом размере, тогда я могу вам посоветовать способ гораздо более простой и более легкий. Но каждый выберет то, что ему понравится. Вот я здесь заранее приготовила веточки, на которых тоже выросли вот такие кристаллы. И что же нужно сделать, чтобы у вас получились вот такие ветки? Для этого вам нужно всего ничего. Вам нужен клей и соль. Больше ничего. Причем соль вы можете брать как с крупными кристаллами, так и с мелкими. А вот клей какой для этого взять? Вот если вы сейчас посмотрите на эти ветки, большой разницы вы не увидите. Ну, это нормально то, что осыпается. Большой разницы вы не увидите, потому что я заранее покрасила эти ветки разным клеем. И сейчас я вам покажу, как это можно сделать. У меня тоже уже заранее приготовлена вот такая веточка. И мы сейчас здесь, вы посмотрите, а я вам покажу, как делать. Смотрите, вам может понадобиться кисточка, а может и не понадобиться. Но мы сейчас попробуем. Это у нас клей ПВА. И мы одну веточку намажем клеем ПВА. Что-то у нас не получается. Раз не получается, мы попробуем кисточкой. Все очень просто. Клей ПВА. Ну, вообще клей ПВА может быть любой. Он у нас, как правило, когда высыхает, становится бесцветным. Но здесь, в этой ситуации, нам даже не страшно, если этот клей ПВА будет белым. Ничего страшного. А дальше вы берете соль и просто посыпаете ваш клей вот этой вот солью. Советую вам очень сильно не насыпать, потому что мы же с вами делаем имитацию настоящей веточки. Помните только, что надо смазать эту веточку со всех сторон. Чтобы она смотрелась более естественно. Итак, это клей ПВА. Можем взять клей другой. Какой у вас есть. Вообще-то мы пробовали разные виды клея. И пришли к выводу, что все очень хорошо подходит. Это у нас клей канцелярский. Он вообще прозрачный. Так. Здесь у нас с носиком полут. Ой-ой-ой, ну ничего страшного. Для этого у меня специально такая подложка лежит на столе, чтобы стол не испачкать. Так. И продолжаем насыпать. Вообще, если у вас есть разные виды клея, вы можете даже сделать по-разному. А можете взять не соль, а сахар. У сахара кристаллы покрупнее. А потом выберите, что вам больше понравится. И вот таким образом у вас получится замечательная совершенно ветка. Когда она высохнет, она тоже будет как будто засыпана инием. В принципе, сымитировать снег может. А вот не все. Вот мука, например, нам не поможет. Потому что у муки очень мелкие частицы. А снег у нас состоит из маленьких снежинок. Это как кристаллы. Поэтому здесь, конечно, нужен особый такой вид все-таки кристаллических предметов, чтобы они у нас хорошо приклеились. Вы можете выбрать, какой клей вам больше понравится. Честно говоря, даже вот мне больше понравился клей канцелярский. Но есть еще один способ, как превратить в белые заснеженные ветки или даже какие-то части растений. Для этого нам может с вами понадобиться уже... Но мы соль сейчас трогать не будем. А мы возьмем... Тоже простой очень предмет. Это гуашь. И мы можем с вами тоже превратить наши ветки в белые. Всего лишь выкрасив нашу веточку гуашью. И она тоже будет белая и красивая. Кстати, на гуашь тоже можно насыпать кристаллы. Если они у вас... Вам хочется как-то это улучшить, ваши объекты. А можно даже... Вот я приготовила шишку. Мы с вами можем покрасить шишку. Сделать ее тоже такой более новогодней. Пока у нас снега нет, погода такая осенняя, мрачная. Смотрите, у нас шишка с вами. И шишка не покрашенная. Разница есть. Мне такая шишка нравится больше. Ну, для украшения, конечно. И так вы можете вот так легко, довольно попробовать украсить свой дом к Новому году. Продолжение следует...